И у нас вебинар про продукт. Сегодня я хочу рассказать о том, почему два с половиной года назад я выбрала для себя в первую очередь продукт компании PL. Сама принимаю, всем своим пациентам рекомендую. Кто меня не знает и не знаком, меня зовут Ирина. Я врач-нутрициолог, биоэнерготерапевт и с БАДами работаю. Пожалуйста, микрофоны отключайте еще раз, пожалуйста. Следите за микрофонами. И поэтому у меня есть большой опыт работы с биологическими активными добавками и вообще со всевозможными различными заболеваниями различных органов, как помочь людям, в принципе, спасти свои органы и уйти от тех букетов болезней, которые сегодня есть у современного человека. Поэтому очень породка такая обзорная презентация нашего продукта. И как я и анонсировала, я сегодня более расширенно затрону тему гипертонии. Потому что, так как я это вижу, очень многие люди страдают этим нарушением, потому что это не болезнь, как вы потом поймете. И как узнать, где истинная причина данного состояния. Ну и как с помощью наших дрожжей эффективно справляться с этим состоянием. Потому что, как бы, последствия мы все с вами знаем. Знаем последствия высокого давления и вообще хронического этого состояния. Мы все с вами знаем, к чему это приводит тоже. Поэтому сейчас будет обзорная продукция. Почему я два с половиной года назад сказала, заинтересовалась этим продуктом. И сама принимаю, сама и рекомендую всем своим клиентам, пациентам, вообще всем людям. Ну, во-первых, конечно, что меня в первую очередь, как эксперта, очень заинтересовало и удивило. Так как я все-таки, как бы, это моя специальность. И, конечно, для того, чтобы разобраться в продукте, мне надо время для того, чтобы глубже. Ну, я это делаю намного глубже, чем большинство людей. Поэтому для меня сегодня и вообще для всех, кто сегодня принимает продукцию ИПЛ, кто рекомендует ее, сам принимает, для всех, для вас, конечно, и для меня в том числе, вот это высказывание Лайнуса Полинга, дважды лауреата Нобелевской премии. Когда-то он сказал такую замечательную фразу, что необходимым условием хорошего здоровья является наличие нужных молекул в нужном количестве, в нужном месте человеческого тела в нужное время. Вот если мы очень чаще будем для себя повторять эту фразу и даже каждый день прочитывать, пока она уже автоматически, да, не будет у вас, как бы вы выучите ее настолько, что уже автоматом вы будете понимать, что восстановить утраченное здоровье, а это возможно. Мы тоже все люди взрослые, очень много чего читали. Ну, те, кто сегодня присутствуют на вебинаре, я уверена в том, что люди интересуются своим здоровьем, предпринимают что-то для того, чтобы справиться со всеми своими заболеваниями. Поэтому, соответственно, что-то читали и чем-то интересуетесь. Поэтому это очень важно и понимание еще того, что мы живем, как бы мы, прогресс происходит постоянно и именно в деле здоровья. Так, нахожди, пожалуйста, микрофончики, выключайте, пожалуйста. Поэтому еще раз, чтобы было понятно, что нам не нужны граммы, нам не нужны микрограммы, нам нужны молекулы. Вот то, что сказал когда-то Лайнус Полинг. Поэтому, когда я только прочитала о драже, о технологии аккумуляции силы, у меня, конечно, сразу же возникла в моей памяти вот эта картинка, то есть это высказывание, что необходимым условием для хорошего здоровья является наличие нужных молекул в нужном количестве, в нужном месте человеческого тела в нужное время. Поэтому наши драже четко вписываются именно вот в этот совет, будем говорить, такого замечательного человека, Лайнуса Полинга, дважды лауреата Нобелевской премии. Потому что здесь как бы присутствует несколько преимуществ по сравнению с тем, что нам сегодня предлагает альтернативная медицина и предлагает в большом количестве. Огромное количество корпораций работают над созданием биологически активных добавок, то есть натуральных препаратов. И, конечно, об этом все знают, потому что сегодня как бы такой ресурс, как iHerb очень популярен во всем мире, делает миллиардные товарообороты. Это говорит только о том, что сегодня пришло то время, когда люди начали понимать, то есть глубоко осознавать причину своих заболеваний и, конечно же, несостоятельность официальной медицины. Мы начали это все понимать и использовать, и, конечно, уже природные натуральные препараты. Поэтому драже и пел меня, конечно же, заинтересовало тем, что в первую очередь здесь уникальный состав. Вот я как бы очень многие, еще раз скажу, я шире, намного шире смотрю вообще на этот продукт. Потому что, да, здесь очень много преимуществ и есть эксклюзив, то, чего нет вообще ни в одной компании. Но мы должны как бы понимать, что такое драже – это именно комплексное воздействие на организм. Комплексное воздействие на организм, системное воздействие. Потому что факторов, которые приводят к болезням, их очень много. Причин, факторов. И вот эти причины современный человек как раз и должен постоянно блокировать. То есть постоянно следить за тем, чтобы эти факторы нейтрализовывать. И, конечно же, с помощью натуральных природных препаратов. Поэтому, да, действительно, мне это стало очень интересно. Я попробовала, конечно же, сама и потом начала рассказывать людям об этом продукте. Еще раз я очень убедительно прошу, очень убедительно. Я не могу следить и за микрофонами, и рассказывать информацию. Пожалуйста, вы следите сами за своими микрофонами, чтобы у нас не было посторонних звуков. Итак, что выбрать сегодня из того глобального количества предлагаемых компаниями фармакологическими БАДов. И чем отличаются наши дрожжи. Вот что выбрать сегодня, да. Ну, понятно, у нас сегодня есть что. Что у нас есть для того, чтобы свое здоровье восстановить или поправить. Ну, лекарство это не восстановить, это разрушить. Слава Богу, мы люди все взрослые, и мы это понимаем. Сколько побочных осложнений есть у синтетических, химических лекарственных форм. Но бывают ситуации, конечно, когда, ну, острые ситуации, когда, конечно, необходимо использование все-таки и таких препаратов. Но желательно, конечно, не доходить, но до такого состояния. Но, к сожалению, слово профилактика, особенно в таких, ну, я не знаю, я уже смотрю, что не только у нас в слабо развитых странах отсутствует слово профилактики. Потому что я смотрю, что и в Европе тоже не очень-то это направление развивается. Потому что действительно триединая медицина, которая когда-то была, она была почему и эффективна, потому что финансировалась и профилактика, то есть проводились очень активно профилактические работы, была клиническая медицина и реабилитация. Вот это триединство. Поэтому действительно состояние здоровья у людей было достаточно высоким, уровень здоровья был достаточно высоким, потому что профилактические мероприятия, они финансировались и они проводились. Сегодня, к сожалению, мы это утратили. Поэтому сегодня не зря говорит пословица, что дело утопающих, дело рук самих утопающих. Поэтому или мы сами себе должны обеспечить эту профилактику, или тогда нас сразу будут лечить. То есть мы тогда сразу переходим в категорию клиническая медицина. То есть сразу лечить, ну а сегодня уже по большому счету даже просто сразу отрезать. Зачем лечить? Давайте лучше отрезаем, щитовидную отрежем, желчную берем, матку выкинем. Ну то есть все, что можно, повыкидываем, а уже как-то там вы уже будете жить. Ну и тем более реабилитация тоже как таковая сегодня почти тоже отсутствует. Поэтому сегодня современному человеку действительно надо своим здоровьем заниматься самому. А для этого нужно потратить небольшое хотя бы время для того, чтобы понять, как устроен тот организм, как он работает, то есть немножко физиологии, как он работает и что ему необходимо. Поэтому что мы можем сегодня выбрать? Лекарства, конечно, есть. Есть БАДы, большое, огромное количество, вы знаете. И единственное, в чем минус биологик, плюс, конечно, огромный в том, что они натуральные, что это все-таки не лекарства и побочных осложнений они по большому счету не дают. Но минус какой в БАДах именно? В том, что они не могут не усваиваться, если у человека очень слабый желудочно-кишечный тракт. И тогда они просто неэффективны. То есть они и не опасны, но и они не приносят результата. Потому что для того, чтобы мы, чтобы эти экстракты, которые входят в состав биологически активных добавок, действительно усвоились в нашем организме, для этого необходим здоровый желудочно-кишечный тракт. Ну, сегодня по статистике людей уже с рождения у детей наблюдается функциональная слабая работа желудочно-кишечного тракта, в первую очередь желудка. Поэтому эффективность от приема биологически активных добавок в капсулированной форме, в таблетированной форме напрямую будет зависеть от состояния вашего желудочно-кишечного тракта. И даже при здоровом желудочно-кишечном тракте усвоение будет всего лишь 60%. Почему? Ну, потому что есть внутренние факторы у организма. Это соляная кислота, это ферменты панкреатические, это желчи и так далее. Это то, что, конечно, биологически активные молекулы, которые входят в состав, будут нейтрализовываться. При хронических заболеваниях это 25-30% эффективность, и при дисбактериозах, и при наличии патогенов вообще 10%, а то и 5-10%. Вот такая эффективность приема биологически активных добавок. Поэтому это не говорит о плохое качество продукта. Я как биоэнерготерапевт проверяю качество продукта сразу, постоянно. Это не говорит о плохом качестве. Это говорит о плохом качестве вашего желудочно-кишечного тракта. И для того, чтобы получить результат, тот, которому человек стремится, например, вылечить больные суставы, или больной позвоночник, или, например, всевозможные урологические, гинекологические проблемы, прежде чем вылечить эти проблемы, надо лечить и восстанавливать желудочно-кишечный тракт. Это требует время. Это требует время, и, конечно, этот результат, ожидаемый, желаемый, он будет оттягиваться. Поэтому для того, чтобы принимать БАДы, нужно иметь более-менее здоровый желудочно-кишечный тракт, который сегодня, к сожалению, не имеют вообще современное человечество. Почему? Возникает вопрос. Потому что при хроническом стрессе, а в этом состоянии сегодня находится все, весь, все человечество на планете Земля, потому что хронический стресс – это не только эмоции, это радиация, это электромагнитное излучение, это, конечно, экономические проблемы всевозможные. То есть это окружающая среда, это агрессивная окружающая среда, которая приводит в наш организм в состояние хронического стресса. В состоянии хронического стресса наш желудочно-кишечный тракт находится в гипертонусе, то есть в постоянном спазме. Это протоки, это желчные протоки, это потому что гладкая мускулатура выстилает, есть в каждом органе. Это желудок, это протоки и желчные, и панкреатические протоки. И за счет этого нарушается, конечно же, мы знаем там, да, как бы нарушается отток желчи или нарушается отток панкреатических ферментов. Естественно, если этот процесс долго в организме сохраняется, потом уже возникают воспалительные процессы. Поэтому для того, чтобы получить результат, надо очень долгое время приводить в порядок желудочно-кишечный тракт. И только потом, через какое-то время, уже приступать к лечению конкретной своей болезни, в принципе, из-за которой вы и обратились для того, чтобы купили, приобрели эти БАДы, для того, чтобы ими пользоваться. Следующий очень важный момент, вот что такое дрожжей бел. Вот здесь мы должны увидеть вот эти пазлы, да, то есть которые я тоже объединила, потому что наш организм – это взаимно, вы же понимаете, очень как бы целостная система. И если что-то выпадет из этого, из этой гармоничной системы, начнется сбой везде. И мы все прекрасно знаем, что если человеку удалили желчный пузырь, ему по жизни, до конца своей жизни придется мучиться панкреатитами, если он не будет соблюдать, конечно же, рацион питания, да, не будет соблюдать это, то есть ему до конца жизни придется сидеть на диете, чего-то не есть, то есть это определенный дискомфорт. Неважно, что выскочит из этой целостности, почки заболят, почечная недостаточность начнет, сразу же возникает нагрузка на сердце, возникает, в общем, вы это все прекрасно знаете, потому что все органы тесно взаимосвязаны друг с другом, теснейшим образом. И поэтому для того, чтобы нам вот эту систему привести в порядок, выстроить все вот эти связи, которые нарушились за очень многое, за огромное количество времени пребывания в состоянии букета хронических заболеваний, нам надо время и нам нужен продукт системный, который будет воздействовать на все основные параметры, которые необходимы для того, чтобы вот этот разрушенный наш организм очень быстро привести в порядок, чтобы эти пазлы сложить и восстановить уже и связи между органами, восстановить биохимические процессы, вот таким образом постепенно вернуть утраченное здоровье. И дрожжи и пел как раз очень и вписываются в это, потому что вот мы видим четыре основных преимущества. Это технология аккумуляции силы, это форма приема, состав, рецептура и, конечно, производитель. Здесь очень важно говорить о качестве экстрактов. Люди об этом не задумываются, а вот эксперты по БАДам, нутрициологи, они как раз сразу не только на состав смотрят, но и на производителя экстрактов, потому что для того, чтобы сегодня получить чистый, качественный экстракт, это еще надо найти такого производителя. Вот этим всем мы можем, конечно, сегодня гордиться, потому что наши ЭПЛ как раз и удовлетворяют всем абсолютно вот тем качествам, которые сегодня необходимы для того, чтобы наш организм получал качественный, системный, комплексный, натуральный, эффективный продукт. Ну и, конечно, начнем с состава. И я очень коротко как бы тоже объясню, что такое состав, что такое рецептура. Состав – это рецептура. И мы должны понимать, что дрожжей ЭПЛ составлена рецептура – это аюрведические рецепты, которым более 7 тысяч лет. Аюрведы – это синергия, это взаимоусиливающие действия друг друга. Это раз. Второе – в состав добавлены ягоды, овощи и фрукты, плюс экстракты лекарственных растений. И что нам дают все эти ингредиенты? Ну, первое, что мы должны понимать, чтобы клетка жила, чтобы она работала, функционировала, чтобы она могла восстанавливаться, регенерироваться, очищаться. То есть жить долго, самое главное. Нашей клетке нужно 28 аминокислот, 15 минералов, 12 витаминов, 7 групп ферментов, 3 полиненасыщенные жирные кислоты – это код клетки. Также нужна вода, энергия, ну, понятно, кислорода. Это код, код клетки. И вот это все мы должны получать не раз в месяц, не раз в неделю, а каждый день. То, что мы сегодня должны получать из еды, то сегодня мы этого не получаем. В 1930 году, если взять апельсин, выращенный в 1930 году, и получить сегодня вот то количество витаминов, минералов, всех тех нутриентов, которые содержались в апельсине в 1930 году, сегодня их нужно съесть 8. Вот так изменилось сегодня наше питание. Паскудности. И поэтому мы недополучаем, постоянно недополучаем необходимых минералов, необходимых витаминов. И, конечно, это приводит сначала к авитаминозам, потом к гиповитаминозам и гипервитаминозам. То есть нарушается этот баланс. Но в основном это гиповитаминозы, недостаток, дефицит. И то, что я вижу каждый день – это дефицит селена, это дефицит магния, это дефицит кальция, это дефицит йода, дефицит витамина С, витамина группы В6, В9. То есть витамина Д поголовно у всех идет дефицит. И поэтому потом формируются болезни. Ну, это всегда витамин А, витамин Е. Вот почему сегодня все те, кто переболел коронавирусом, нужно обязательно восстанавливать слизистую, потому что коронавирус уничтожает слизистую. И витамин А – это именно тот, что восстанавливает слизистую. И когда человек болеет какими-то вирусными инфекциями, у него идет мощнейший расход, будем говорить, этих жизненно важных веществ. А притока недостаточно. И поэтому ресурсы организма очень быстро истощаются. И после перенесенных серьезных инфекций у человека формируется огромное количество побочных осложнений. Поэтому наш состав – это то, что обеспечивает наши клетки всем необходимым комплектом вот этих макро-жизненно важных веществ, которые нужны нашей клетке каждый день. Помимо этого, лекарственные растения, экстракты лекарственных растений, они имеют, конечно, определенные свойства. Ну и ягоды, овощи и фрукты, они помимо минералов, витаминов, биофлавоноидов, антиоксидантов, вот этот весь состав помогает нам достаточно быстро восстановить самый важный жизненный параметр нашего тела – это кислотно-щелочной баланс нашего организма. Потому что отклонения или ацидоз, или алкалоз будут формироваться разные заболевания. И вот опять-таки возвращаюсь к Лайну Суполингу, где он четко сказал, чтобы быть здоровым, необходимо наличие нужных молекул в нужном количестве. И вот это вот все нам и дают лекарственные травы. Потому что они в своем составе, состав есть определенный, и каждая из них обладает своим фармакологическим действием. Поэтому они называются гепатопротекторы. Это то, что для печени. Кардиопротекторы для сердца. Нефропротекторы для почек. Нейропротекторы для мозга и так далее. То есть фармакологическое действие каждой лекарственной травы направлено на то, чтобы восстановить определенный орган, его структуру усилить, укрепить. То есть восстановить функцию утраченную, убрать все то, что мешает органу нормально работать. Поэтому лекарственные травы, они и обеспечивают наш организм необходимыми молекулами для того, чтобы убрать или устранить те или иные проблемы, возникшие в каком-то определенном органе. Но мы же с вами знаем, что лекарственные растения, они имеют очень большое действие на наш организм. Это не только, например, как гепатопротектор, потому что одно растение может быть действительно как расторопшее, пятнистое или отдуванчик. Экстракт одуванчика имеет ярко выраженные гепатопротекторные свойства, но тот же экстракт одуванчика – прекрасный антипаразитарный продукт. Тот же экстракт одуванчика сегодня имеет мощные онкопротекторные свойства. Поэтому экстракты лекарственных растений, они имеют большой спектр воздействия на наш организм и на наши процессы в нашем организме. Поэтому, когда добавили к лекарствам, и что еще, да, какое еще очень важное вещество находится в лекарственных растениях, и не только в них, но в овощах, фруктах и ягодах – это алкалоиды. Это вот то, что сегодня нам так необходимо для того, чтобы защитить свой организм от вирусов, потому что алкалоиды – это природные азотосодержащие соединения, которые обладают очень мощным растворяющим действием вирусной оболочки. Липидные, потому что это щелочеподобные, и они растворяют. А у вируса есть слабое место – это ее липидная оболочка. И поэтому, когда человек принимает постоянно такие препараты, ему действительно не страшны никакие вирусные инфекции. Он может просто в легкой форме это все перенести. После ковида у нас сегодня новая приключилась беда – это обезьянья оспа. Господи, что еще будет потом? Ну, это только надо предугадывать. Но, во всяком случае, мы во всеоружии, у нас есть продукты, которые действительно могут мощно противостоять всем этим вирусным инфекциям. Что еще несут нашему организму наши дрожжи? Конечно, это биофлавоноиды. Огромное количество биофлавоноидов, которые уже имеют, помимо вот то, что перечислено на картинке, что и улучшает зрение, укрепляют иммунитет, и, конечно, улучшают здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепляют капилляры. Но еще у биофлавоноидов есть доказанная способность останавливать рак. Это уже сегодня доказано. Почему? Потому что очень быстро останавливается вот этот процесс, окислительный стресс. Вот на примере просто металла вы должны просто себе представить, например, ваше сердце или вашу печень, или ваш желудок, или вашу поджелудочную железу. И когда в организме очень много свободных радикалов, вот наступает вот такая коррозия. Наша соединительная ткань, она просто начинает постепенно, постепенно утончаться и разрушаться. Ну а биофлавоноиды – это те вещества, как и антиоксиданты, которые защищают целостность структуры нашего органа и не дают свободным радикалам, токсинам, просто истончить орган и его разрушить. Вот те же антиоксиданты, которые, конечно, входят в состав дрожжей в нашем в огромном количестве. Что еще мы должны понимать, что есть в наших дрожжей? Вот что меня еще тогда заинтересовало, заинтриговало? Потому что я понимаю, как эксперт вообще по здоровью, что современному человеку сегодня очень важно еще себя постоянно очищать. Мы живем в сверхтоксичном мире. И это не только продукты питания, это окружающая среда, это вода, это воздух. То есть токсинов огромное количество, и мы никуда не можем уйти от них. Мы не можем из окружающей среды выйти, но мы можем защищаться. Для этого нам нужны натуральные природные сорбенты. Это те вещества, которые связывают токсины и выводят их из организма. Потому что для большинства людей очищение – это у них как бы почистить толстый кишечник. Нет. Истинный детокс – это именно очистить клеточный матрикс, там, где живет наша клетка. То есть вывести из организма проникшие в него токсины, которые могут проникать извне и могут образовываться внутри организма из-за, опять-таки, неправильного, плохого пищеварения. Потому что когда пища не переваривается полноценно, таким образом накапливаются в организме пищевые токсины. И нам необходим вот такой природный, мощный, постоянный сорбент. И декстрин, который находится в патоке, а ведь каждое наше драже – это патока. И вот декстрин – это самый мощный, природный сорбент, который очень хорошо выводит из организма, связывает и выводит все токсины. И эндотоксины, и экзотоксины. И если мы регулярно принимаем наш продукт, то нам обеспечена вот эта чистота нашего клеточного матрица. То есть люди, которые начинают принимать наше дрожжение, буквально через даже неделю-две, уже сразу же ощущают это. Неприятный запах пота, начинаются выделения. То есть человек это ощущает, почему вот-вот организм начинает очищаться от всего, что накопилось в организме вредного, токсичного. И мы это, конечно, начинаем ощущать. И поэтому я сегодня всех людей предупреждаю, что когда мы начинаем принимать наши дрожжи, любые дрожжи, не только детокс-программу, любые, мы даже можем человеку просто дать релакс, для того, чтобы он успокоился, но у него могут начаться выделения из носа, из глаз, из пупка, но из всех отверстий, которыми нас природа одарила, у нас могут начаться выделения. И это как раз говорит о том, что идет очищение. Организм просто избавляется от всех токсинов, которые есть в организме. И это вы тоже должны понимать, что в этом преимущество огромное нашего продукта – это наличие декстрина в патоке, мощнейшего природного сорбента, который так необходим сегодня нашему организму. Ну и производитель нашего продукта, компания, которая производит, Бара Херпс, которая производит наши замечательные экстракты, я не знаю, нет таких компаний, которые такие делают высококачественные экстракты, я не буду сейчас на этом останавливаться. У нас есть замечательный ролик представителя Эммы Квитницкой, и тем, кто хочет действительно понять, насколько наши экстракты уникальны, я всем рекомендую посмотреть этот ролик. Единственное, что я хочу остановиться, что, конечно, когда идет производство экстрактов, должно проверяться общие параметры, параметры безопасности и химические параметры сырья. И вот то, что сказала Эмма Квитницкая, и я это запомнила, и я это сегодня транслирую, что всем абсолютно, то, что касается качества БАДов, она говорит, что начиная с 2015 года, когда в мире кризис, почти 95% компаний перестали применять полный цикл проверки экстрактов. То есть они останавливаются, сырья, извините, полный цикл проверки сырья. Они останавливаются на общих параметрах, а самые основные никто не принимает, не проверяет. А нам очень важны параметры безопасности. Это наличие микробиологии, патогенов, тяжелых металлов. Особенно, особенно это, конечно же, актуально для Украины. Вообще, вы понимаете, что такое наличие тяжелых металлов. Остаточных пестицидов, остаточных растворителей, афлотоксинов. И это должно все быть устранено из экстракта. Ну и, конечно, химические параметры. Это уже содержание активных молекул, содержание молекул, которые сопровождают активные молекулы. Поэтому это надо отдельно, я вебинар проводить, потому что для того, когда я посмотрела этот ролик, я его смотрела три раза, и я смотрела его под ручку, с блокнотом. Потому что, когда я посмотрела, я просто, я час не могла разговаривать. Вот просто. У меня был стопор. Потому что я никогда в своей жизни, при том, что я считала себя экспертом, я никогда не интересовалась технологией приготовления экстрактов. И для меня здесь было столько открытий, столько открытий. Я сказала, боже мой, спасибо компании ПЕЛ, что сегодня я знаю о том, как правильно экстракты производить, и что есть такая компания, которая действительно относится к этому настолько скрупулезно и тщательно, и производит супер качественные экстракты абсолютно по всем позициям. Форма приема, уникальная форма приема, то, что называется сублингвально под язык, минуя желудочно-кишечный тракт. То, о чем я говорила, потому что, когда мы все ингредиенты препарата, продукта попадают сразу в кровь, минуя желудочно-кишечный тракт, все биологически активные молекулы максимально остаются сохраненными и активными, потому что потом идет технология аккумуляции силы, которая еще больше активирует. Я сейчас расскажу об этом позже, но вот эта доставка, это именно форма приема, это в нужное время, то есть обеспечивает нам скорость доставки в клетку, увеличивается в десятки раз, и эффективность достигается, конечно, 99%. Вот поэтому сублингвальный прием, это относительно быстрое действие препарата, активного вещества. Ну и технология аккумуляции силы. Здесь есть не свои преимущества, эксклюзивность в чем? Ну, во-первых, то, что эта технология позволяет полностью растворить жесткую клеточную мембрану. То, вот эта мембрана, то, что не удается сделать даже спирту, даже спирту. То есть, если мы используем как растворитель воду, то растение отдает воду всего лишь 20% своих веществ. Спиртовые настойки 60, и то не 100, и масляные настойки 20. Поэтому не было технологий, которая бы позволила со 100% забрать у растения все то, что она содержит. Ну и вот как раз технология аккумуляции силы как раз и позволяет нам по максимуму достать из овощей, фруктов, лекарственных растений максимально достать все те полезные ингредиенты, которые содержат, сохранить их благодаря сахарному классической структуре сахарного носителя, сохранить их, законсервировать их. И, естественно, таким образом плюс отрицательный заряд, которым заряжаются наши драже в процессе применения технологии аккумуляции силы, а это называется самонаводящая ракета. Потому что все патологические процессы в нашем организме проходят под знаком плюс. Это раз. Во-вторых, когда меняется электрический потенциал клеточной мембраны, он изменяется. Клетка не в состоянии будет ничего усваивать, что бы вы ей не давали, но она не в состоянии будет ничего усваивать. Поэтому отрицательный заряд дает нам действительно возможность очень быстро, во-первых, максимально быстро усваивать все жизненно важные вещества, витамины, микро- и макроэлементы, устранить все воспалительные очаги, даже хронические, вялотекущие, очистить организм от патогенов, восстановить PH общих вод организма, восстановить функцию клеток, ну и, конечно же, максимально очистить наш организм и поддерживать его постоянно в чистоте и выводить из организма постоянно токсины. Поэтому дрожжи и пел это комплексное воздействие на наш организм, комплексное. Ну и, конечно, надо выделить еще очень важное преимущество наших дрожжей и в первую очередь отрицательного заряда, потому что как только наши дрожжи попадают в кровь, мы убираем такое состояние, которое называется вязкая кровь и риск тромбообразования. И вот это сегодня свойство наших дрожжей, оно уникально, потому что сегодня во всем мире все равно на первом месте это смерть от сердечно-сосудистых заболеваний. И мы видим состояние крови до, вот да, мы на темнопольном микроскопе и после приема наших дрожжей буквально через 20 минут. Любого дрожжа, любого. И вот качество крови меняется сразу, и это очень хорошо видно на темнопольном микроскопе. Поэтому системное действие наших дрожжей, вот оно в чем и отражается, это в очищении от токсинов и патогенов, это постоянное, регулярное, необходимое клеточное питание, чтобы клетка работала долго, была целостной, была крепкой, выполняла свою функцию, это устранение состояния и последствий хронического стресса, что очень важно, высокая биологическая активность, максимально быстрая доставка в клетку, защиту, потому что антиоксидантов очень много, поддержание здорового кислотно-щелочного баланса, восстановление метаболизма, восстановление внутренней биохимии, коррекция иммунитета и самое главное и важное еще, это восстановление утраченных связей между органами. Ну и, конечно, это восстановление целостности нашего организма, восстановление целостности. вот то, что я показывала в первой картинке, когда у нас нарушается вот это состояние взаимосвязи, и мы начинаем сыпаться, наше тело начинает сыпаться, то прием ЭПЛ-дрожжей помогает нам постепенно, постепенно, но собрать эти пазлы и восстановить целостность структур органов, ну и, конечно, восстановить вообще структуру всего организма. Вот как бы в этом и заключается преимущество наших дрожжей, и это еще одно, один из факторов, который, конечно, меня, ну как бы не, когда я узнала о том, что есть такие сертификаты у продукта, то у меня, конечно, даже не оставалось сомнений, чтобы в первую очередь самой попробовать продукт и уже потом рекомендовать, потому что сертификат Кашрут, сертификат Халяль, ТЮФ, ФДА, это все самые уважаемые международные сертификаты мира, который говорит о безопасности продукта, о его супер качестве продукта, поэтому, конечно, поэтому вот два с половиной года назад я и сказала да, и сама начала принимать и активно всем рекомендовать. Ну и сейчас очень коротко я перечислю, какой продукт у нас есть, ну и почему я начинаю с брейна, потому что это основной, это дирижер всех наших органов и систем, и от работы головного мозга будет зависеть работа всех абсолютно наших органов и всех наших систем. Поэтому лечение любого заболевания, не важно, что у вас болит, если у вас болит правый палец, большой палец на правой ноге, одну брейн в день надо принимать, потому что это иннервация, это связи, ну и опять-таки я вам говорю, что это главный дирижер нашего организма и всех наших процессов. Поэтому его при любом заболевании одно драже брейна обязательно должно входить в вашу программу восстановления здоровья. Ну и понятно, что его позиционируют, да, как мозг, восстановление работы головного мозга, мы сами прекрасно понимаем, насколько важно профилактировать, и мы знаем, что такое человек лежит, когда он после инсульта, и чтобы вот не стать таким растением, парализованным, нам просто необходимо заниматься профилактикой. Это касается болезней возрастных, дегенеративных, как Паркинсон, Альцгеймер, это, естественно, касается рассеянного склероза, это больше аутоиммунный процесс, заболевание, но неважно мозг, брейн помогает нам сохранить первая целостность мозга, сохранить полноценное кровоснабжение мозга, брейн помогает нам максимально питать наш мозг необходимыми макро-микроэлементами, да, и таким образом поддерживать его в его здоровом функциональном состоянии. Он очень помогает при гормональных заболеваниях как у мужчин, так и у женщин. Я об этом во многих фебинарах говорила, ну и, конечно, нервная система, центральная нервная система, вегетативная нервная система, и что самое приятное, что его можно принимать как маленьким деткам, так, естественно, и взрослым пожилым людям. Поэтому брейн – это наш здоровый мозг, здоровое кровообращение, профилактика инсультов, инфарктов, неврозов, всевозможных заболеваний нервной системы, восстановления нейронов, ну и их большое количество, огромное. Любая болезнь мозга – это брейн. Мы начинаем принимать по одному дрожжи и постепенно увеличиваем, но более четырех не надо. И очень хорошо, опять-таки, после черепно-мозговых травм, но тоже надо понимать, что болезни, они проявятся позже, но они проявятся и могут проявиться такой неприятностью, как опухоли головного мозга. Это и есть последствия черепно-мозговых травм. Поэтому надо изначально уже опережать эти события, тем более, когда у нас такой продукт есть сегодня у нас в руках. Гроу – это наш замечательный продукт для укрепления иммунитета. Ну и, конечно, мало кто знает, но почти каждый пятый человек сегодня уже рождается с генетическим рожденным заболеванием, которое влияет на работу иммунитета. Называется оно первичный иммунодефицит – это когда иммунитет от рождения не может в полной мере выполнять свою функцию. И человек сталкивается с тяжелыми инфекционными заболеваниями – это ангины, пневмонии, гнойные отиты, гаймориты, абсцессы и так далее, и так далее, и так далее. Причем эти инфекционные проявления развиваются из самых обычных простуд, бесконечно повторяются, и каждый раз требуют антибактериальной терапии. Поэтому ГРО – это действительно наш иммунитет, который способен отразить атаку любого патогена. Помимо этого, что у нас входит в состав, я когда его рассказываю о нем, я всегда делаю акцент на том, что в состав входит четыре самых часто назначаемых нутрициологами в мире иммуностимулятора. Это эхиноцея, это астрогал, это гонодерма, и это мамордика хоранция. Помимо этого, этот продукт прекрасно мы можем рекомендовать при онкопатологиях, потому что онкология – это изначально ослабленный иммунитет. Как противовоспалительный продукт, потому что если человек часто болеет, значит иммунная система слабая. Поэтому как противовоспалительный продукт, как природный антибиотик мы можем его рекомендовать. Ну и наличие в этом продукте огромного количества макро-микроэлементов мы можем рекомендовать при авитаминозах, гиповитаминозах и все, что связано с дефицитом макро-микроэлементов. АЛЬТ – это продукт, наоборот, я его называю. Это иммуномодулятор. Это тот продукт, который помогает нам справляться с аутоиммунными проявлениями, с избыточной агрессией иммунитета. Это аллергии, это аутоиммунные заболевания. Это заболевания, когда иммунная система начинает разрушать свой собственный орган, но просто так ничего не происходит в организме. Иммунная система сойти с ума не может. Она в ней запрограммирована. Она это будет делать только в том случае, если там есть чужой. И чужими для нашей иммунной системы являются токсины и патогены. Поэтому уже на сегодняшний день это признали все, что наличием, то есть причиной, причиной аутоиммунных заболеваний является однозначно или токсины, или паразиты. Поэтому АЛЬТ у нас прекрасно выводит токсины из организма. Это один из продуктов, который прекрасно очищает кровь. Он выводит токсины, плюс он модулирует работу иммунитета, то есть убирает избыточную активность иммунной системы. И поэтому очень хорошо помогает людям с аутоиммунными заболеваниями. Просто прием этого продукта при аутоиммунных заболеваниях должен быть длительным. И тогда люди могут вообще избавиться от приема препаратов лекарственных, которые при аутоиммунных заболеваниях назначают, и они имеют массу побочных осложнений. АЛЬТ очень хорошо работает с почками, потому что кто его принимал, как бы принимал, отмечают сразу такой легкий мочевыводящий эффект. Ну и легкие, конечно, болезни легких, наличие экстракта эвкалипта. И мы уже при коронавирусе, очень много у нас есть замечательных результатов, которые помогли нам с помощью АЛЬТОС сохранить целостность наших легких, то есть уйти от фиброза. В принципе, то, что является осложнением после ковидной инфекции. Хепер – это печень. Печень, которая сегодня у нас, конечно, будет выдерживать сумасшедшую нагрузку. Почему? Потому что мы живем в сверхтоксичной среде. Печень обезвреживает токсины. Одна из основных функций печени. И, конечно, забота о печени. И плюс человек еще помимо того, что токсины извне, еще принимает лекарства. Плюс еще как бы еда, алкогольные, ну, в общем, как бы очень много нагрузки на печень сегодня. И поэтому она требует внимания, она требует поддержки. И Хепер это очень прекрасно делает. И опять-таки, когда я о нем рассказываю, я всегда делаю акцент, что в состав Хепера входят 4 самых мощных природных гепатопротектора. Это расторопша, это артишок, одуванчик и куркума. Четыре в одном драже, а не одна расторопша или один одуванчик. Поэтому сила этого продукта как раз в том, вот в этом составе. Ну, а симптомы, которые мы знаем, что печень разрушаясь, не болит. Но она нам очень хорошо сигналит. Особенно по ночам. Потому что с часу до трех у нас печень активна. Печень это печка. Поэтому если очень хорошо, тесно взаимосвязаны у вас с вашими конечными ноги и руки. Постоянно сильно горячие ступни, горячие ладони. Это четкий показатель того, что ваша печень увеличена. Желание постоянно скушать кислого. Ну, горечь во рту, понятно. Кровотечение из носа и не только. Жировые гипотозы. Гормональный дисбаланс. Зуд тела, когда постоянно все чешется. Это как бы первый симптом. Токсинов много. Плохо обезвреживаются токсины. Черные шершавые локти. Пигментные пятна и так далее. Поэтому хепер это продукт, который укрепляет печень. Укрепляя печень, укрепляя клетки печени, мы активируем функцию детокса. Поэтому вы должны быть готовы к тому, что у вас начнется очень хорошо, токсины начнут выделяться. То есть могут усилиться какие-то симптомы, которые вас раньше беспокоили. И это нормально. Это просто надо пережить. МЭЛС наш мощнейший универсальный антипаразитарный продукт. Почему универсальный? Потому что он нейтрализует до 250 видов паразитов. У нас такого продукта нет. Потому что природные противопаразитарные экстракты, такие как полынь, чистотело, мелобелло, это все яды, растительные яды. Они их убивают. Когда особенно бактерии, вирусы погибают, они оставляют в организме очень много токсинов. Токсины их очень разрушительные. Но вы почувствовали это, потому что те, кто переболел ковидом, знают, что такое токсины этого вируса. Это очень быстрое повреждение эндотелия сосудов, которое приводит к тому, что организм начинает образовывать тромбы. Поэтому МЭЛС это тот продукт, который помогает нам избавиться как от гельминтов, так и от простейших, от лямблей, от таксоплазмоза. Это бактериальные инфекции, стафилококк, стриптококк, горнелирез, хеликобактер, вирусные инфекции. Но вирусные инфекции надо вместе с ГРОУ этот продукт принимать, потому что вирусы, папиломовирус, герпес, ротовирусы, аденовирусы, это вирусы. И с вирусами может справиться только иммунная система, крепкая иммунная система. Поэтому при вирусных инфекциях надо принимать еще и ГРОУ дополнительно обязательно. Поэтому МЭЛС очищает наш организм от патогенов. Он прекрасно работает как природный антибиотик, потому что входит в состав экстракт клюквы, входит экстракт солодки. То есть мы использовать можем. Ну и как уже по практике могу сказать, у нас в нашем ассортименте есть два мощных онкопротектора. Это МЭЛС и АЛЬТ. Это два мощнейших онкопротектора. Это два продукта, которые могут затормозить развитие этого процесса. Тем более, что сегодня доказано, что где-то 70% злокачественных опухолей как раз и имеют паразитарную этиологию. Поэтому вот почему МЭЛС и рекомендован, когда у человека ставят этот диагноз. Норм – это продукт сегодня настолько важный и нужный, потому что десертная еда у современного человека. А что такое десертная еда? Это еда на ходу и это фастфуды. Очень много сахара, очень много жиров. И поэтому и развивается инсулинорезистентность. Это сегодня беда современного человека. Поэтому норм – это тот продукт, который способен этот процесс нормализовать. И таким образом не допустить появления диабета. Диабет уже принимает формы, я не знаю, эпидемии на сегодняшний день. Но помимо диабета, да, есть как бы… Люди рождаются иногда врожденно слабая поджелудочная железа, и она может проявляться подташниванием, метеоризмом. То есть люди, у кого слабая поджелудочная железа, эти симптомы знают. И нору прекрасно укрепляет поджелудочную железу и помогает из фермента, то есть укрепить. И, ну, как основное, конечно, ее назначение – это взять сахар под контроль. Джимнема Сильвестра, экстракт этого растения, это уже доказано эффективности, его уже даже внесли в определенные реестры, именно эту траву, потому что она с доказанной способностью именно снижать уровень сахара в крови. Ну, а помимо того, сюда входит еще горциния камбоджийская, которая тоже обладает этим свойством, мамордика хоранция, пожитник сеной. То есть вот поэтому не одна травка, а несколько, которые обладают ярко выраженным свойством нормализовывать уровень сахара в крови. Релакс. Как продукт, который сегодня нужен нам всем, мы живем в состоянии хронического стресса, я вам говорила, стресс сужает сосуды, спазмирует желудочно-кишечный тракт. Если вы сегодня не пьете релакс, вы будете болеть, потому что будет плохо работать желудочно-кишечный тракт, будет плохо работать почки, потому что все наши органы кровоснабжаются. И именно от этого процесса зависит, будет орган здоров или нет. Кровоснабжение идет через сосуды. Есть сосуды большого калибра, среднего и самого маленького, капилляры. И если капилляры просто находятся в гипертонусе, они просто закрываются. И поэтому прекращается кровоснабжение почек или нарушается кровоснабжение почек, ну а потом то, что мы получаем, естественно, это гипертония. Когда нарушается кровоснабжение почек, сейчас мы об этом поговорим, релакс нам надо принимать всем. У кого уже есть ярко выраженные психозы, то это 4 дрожжа в день. У кого еще нет 2, но 2 дрожжа в день, обязательно принимать всем. И мне говорят, что постоянно принимать, я говорю, нет, но если ты живешь на Мальдивских островах, там нет проблем, ты не нервничаешь, ты не переживаешь, ты в покое, у тебя нет подопожа, тогда нет, тогда не надо. Но если ты живешь с проблемами, с переживаниями, с военными действиями, например, как мы на сегодняшний день, но без релакса сегодня просто обойтись нельзя. И он должен быть постоянно 2, 3, 4 в день обязательно, потому что он нам, нашему организму как раз и обеспечивает восстановление кровоснабжения, подъем объема циркулирующей крови. Когда сосуд спазмирован, у нас объем циркулирующей крови падает на 50%, и естественно потом у нас сразу же возникают побочные осложнения. Айс, это быстрая помощь желудка, замечательный продукт, который работает быстро, я всегда его ношу с собой, почему, у кого заболел желудок, я сразу говорю, проглоти 2 минуты и у нас боль уходит. Вот, но я вам уже говорила, насколько важно, чтобы наш желудок работал хорошо, потому что от этого зависит расщепление белка. Первую очередь, основной строительный материал для нашего тела. Если мы хотим, чтобы у нас тело было крепкое, здоровое, у нас должен расщепляться белок полноценно. Если наш желудок не будет работать по-настоящему, у нас будет тело слабое, потому что у нас не будет хватать общего белка. поэтому если у вас есть проблемы с желудком, а их много, это изжоги, это отрыжки, это рефлюксы, это нулевая пониженная кислотность, атония, атрофия, могу диагнозов перечислять массу, язвенная болезнь желудка, начинайте принимать айс. Прямо натощак можно проглотить и после еды по одному дрожжет. Для чего? Для того, чтобы ваш желудок смог переваривать, включите его функцию, особенно это касается пожилого возраста, после 60 включите функцию желудка, иначе не будет, сколько бы вы не ели мясо, тяжелых белков, это яйца, мясо, сыры, они не будут перевариваться, и если какая-то большая часть будет не перевариваться, это все будет идти в токсины, ваш организм будет загружаться токсинами, и конечно вы не будете просто, вы не будете вылазить постоянно из болезни. Ну и женский комплекс это для женщин, в основном это наш power woman идет на восстановление гормонального баланса, поэтому нарушение, но я всегда говорю, к этому продукту надо добавлять брейн, брейн обязательно, еще раз я говорю, что чтобы у вас не болело, добавляйте хотя бы одну дрожж брейн, но если конечно у женщин есть уже опухоли гормонозависимые, то power 4, брейн 2, 3, и вы справитесь со всеми гормонозависимыми опухолями матки и молочных желез. Мужской продукт точно также для мужчин, и вот чем мне он понравился, потому что можно, если у мужчин эректильная дисфункция, ее невозможно вылечить, если не снизить уровень кортизола в крови. Как только у мужчин в состоянии стресса поднимается кортизол, у него нарушается эта функция, поэтому обязательно в состав должен ходить продукт, который будет снижать кортизол, а это витание снотворное или ашвагантха, поэтому продукт продумал настолько здорово, комплексно, системно, но здесь тоже есть свое но, если у мужчин после 50 есть проблема с эректильной дисфункцией, сюда надо подключать обязательно хард, потому что этот процесс зависит от сердца и от сосудов. Но у меня есть вебинар секрета мужского здоровья, вы можете всегда его кому надо посмотреть и передать. Слайд, это наша опорно-двигательный аппарат и не только это соединительная ткань, это то, что надо укрепить клапаны сердца, клапаны венозные, клапаны желудка, надо укрепить это слайд, это опущенные органы, их надо поднять, это слайд, то есть надо заживление кожных покровов, это слайд, это не только опорно-двигательный аппарат, слайд уникальный продукт, плюс сюда входит экстракт дикой груши поэтому подагра это слайд но опять-таки еще напомню если стоит диагноз то это 4 драже в день двумя вы ничего не решить поэтому слайд это тоже очень мощный понятно что это суставы снятие воспаления активация выработки собственного коллагена но опять-таки и не только наши суставы все наши gts это общее кровообращение это восстановление движения крови это называется гемодинамика в медицине когда нет тонуса когда сосуды не двигают кровь и вот восстановление кровообращения это gts и плюс gts это наш самый мощный комплекс по сжиганию жиров поэтому похудение лишний вес плохая медленный метаболизм слабое кровообращение это gts стоп помогает победа над болью противовоспалительный природный продукт то есть тут у него есть два свойства против воспаления и кто на себе пробовал я например не раз пробовала и на себе и на других зубная боль потому что зубная боль не обязательно сразу бежать врачу вы можете переохладиться и у вас начнет болеть зуб зачем сразу же там нарушать структуру да там нет пульпита там нет кариеса но перемерзли перенервничали стоп прекрасно снимает зубную боль мышечную боль прекрасно снимает стоп то есть он должен быть дома как скорая помощь вот именно скорая помощь до них головную боль но не всякую при мигрене надо сразу три выпить одной мало будет но помогает очень помогает если не совсем при некоторых состояниях совсем убирает боль при некоторых конечно достаточно сильно эту боль снижает бьюти наш продукт для внутренней красоты внутренний регенератор я его называю то есть это регионе мощнейшая вещь я вообще посмотрела когда состав ребят но это и детокс это и это это и детокс потому что сюда входит и расторопша и куркума и артишок да это и детокс программа это и программа очищения это и программа восстановления то есть это действительно натуральная внутри косметика и она именно помогает нам восстановить органы укрепить органы внутри потому что внешняя красота зависит от внутреннего состояния потому что у экспертов по красоте у них даже есть тест потому что когда женщина выглядит моложе ее паспортного возраста лет на десять да то они сразу говорят о человек собой занимается что вы пьете они спрашивают потому что на лице все видно и все понятно ваше внутреннее состояние вот поэтому конечно когда мы принимаем бьюти у нас изменяется и внешность потому что идет работа с органами с биохимией с внутренней с внутренними проблемами которые конечно нашем организме достаточно много формируется но и на новый продукт happy который помогает нам снизить тревожность который помогает нам уйти от действительно от тревожности и панических атак будем говорить да он очень эффективно помогает при эпилепсиях при эпилепсиях то есть все что связано с перенапряжением с напряжением с гипертонусом это конечно хэппи поэтому если есть там проблемы со сном неврозы вы чувствуете постоянное напряжение вот вот этих мышц это уже глобальный уровень стресса обязательно хэппи принимайте и вот что мне еще очень нравится его его свойства очень важно это он помогает избавляться от хронических и нейропатических болей ребята это очень серьезные вещи особенно это касается и больных с сахарным диабетом что такое патические боли это герпес это поясывающий лишай это это очень больно и вот и очень хорошо помогает облегчает состояние и это не просто облегчение состояния а именно лечение вот поэтому конечно продукт уникальный и его обязательно о нем надо рассказывать и говорить ну а сейчас мы подошли к к той теме о которой я говорила мы сейчас поговорим о с вами о гипертонии как проблема очень распространенная мне постоянно пишут гипертония что принимать что рекомендовать но давайте сейчас разберемся что такое гипертония вообще чтобы вы понимали причину истинную причину гипертонии ну начнем с того что гипертония откуда она берется и почему нас сегодня обманывает современная медицина она нас обманул настоящие привы причины повышения артериального давления которая сейчас официальная медицина называет артериальная гипертензия да по между по международной классификации она делится на два вида 5 процентов это симптоматическая когда повышение давление является следствием другого заболевания и 95 процентов пожалуйста запомните 95 процентов эссенциальная гипертензия в переводе с латинского неизвестно откуда появившаяся то есть наша официальная медицина официально всем будущим врачам заявляет что мы не знаем причины появление повышенного давления почему еще в 50-х годах двадцатого века физиологами причина повыше повышение давления была изучена и описана поэтому когда официальная медицина заявляет что девяносто пять процентов артериальной гипертонии неизвестна причина это обман потому что а почему врачам не говоря истинную причину повышения давления понятно потому что бизнес на гипотензивных препаратах сегодня по доходности превысил бизнес торговли наркотиками во всем мире и мы должны с вами понимать что у нас есть жизненно важные органы и самый жизненно важный и главный это мозг он весит меньше двух килограмм но он подрип потребляет 25 процентов кислорода которая потребляет все наше тело это четвертая часть всего кислорода кислород поступает с кровью и она естественно приносит кровь во все ткани вот почему очень важно чтобы не нарушился процесс кровоснабжения мозг без нужного 25 процента запоминаете 25 мозг без этого количества кислорода работать полноценно не будет он главный самый он самый первый по обеспечению кислорода есть еще четыре артерии которые обеспечивают мозг кровью в структуре головного мозга есть общий сосуд который объединяет все четыре называется он велизии в круг и если нарушена вот одна артерия вот вторая и вот еще две и если нарушено кровоснабжение по какой-то одной артерии идет перераспределение это для мозга это не катастрофа для головного мозга но когда снижается кровообращение по всем четырем артериям или хотя бы по двум то это может грозить катастрофой и наше тело это знает она это прекрасно знает она знает что нельзя снижать кровоснабжение головного мозга ни в коем случае почему потому что тело может умереть потому что мы без кислорода не можем находиться более пяти минут человеку тело умирает человек умирает и умирает в первую очередь головной мозг именно этому органу больше всего в первую очередь нужен кислород когда по какой-либо причине а причины мы сейчас разберем происходит уменьшение диаметра сосуда который кровоснабжает головной мозг и кислорода поступает меньше обычного что нужно сделать чтобы через сосуд меньшего диаметра меньшего диаметра за единицу времени проходило столько же крови как через сосуд большего диаметра физика начальная школа нужно поднять давление в системе вот это наше тело и делает повышение давление является не болезнью а является компенсаторной реакцией нашего организма для наполнения мозга кровью чтобы количество кислорода не уменьшилось это и есть истинная причина артериальной гипертония каким образом организм повышает давление за счет усиления работы миокарда сердечной мышцы чем сильнее сожмется сердечная мышца тем выше будет ваше давление за счет усиления функции миокарда идет повышение давления что делает человек у которого началось повышаться давление он идет врачу что делает врач он ему назначает гипотензивные лекарства таблетки которые снижают давление а за счет чего они снижают давление вам хотя бы один доктор об этом рассказал как этот процесс происходит а ведь эти препараты бета-блокаторы они ослабляют сократительную способность миокарда делают мышцу сердца более слабой и не дают сильно сокращаться и повышать давление что происходит в сосудах миокард слабый давление подняться не может потому что вы выпили таблетку и давление подняться не может а сосуд который кровоснабжает мозг остался как прежде узким ведь сосудами у нас никто не работа никто его не расширял нашим врачам никто не объяснял что надо сосуды расширить по протоколам надо сразу ослаблять мышцу сердца чтобы снизить давление и недостаточность притока мозгу крови так и остается что делает дел тело дальше естественно она пытается восстановить усилить приток крови мозгу и опять пытается усилить работу миокарда чтобы поднять давление насколько может ну и вот здесь кто кого победит если победит сердце что бывает гораздо реже но бывает то тогда давление повышается даже за 300 и под таким давлением сосуд лопается и будет геморрагический инсульт второй вариант который бывает гораздо чаще в 99 процентов случаев сердце не может уже под воздействием лекарственных препаратов повышать давление кровоснабжение мозга резко нарушается и случится ишемический инсульт эти два пути ожидают всех кто принимает хотя бы три года гипотензивные средства причина гипотензивные средства причина гипертонии является одна из основных причин является передавливание или сужение сосудов а передавливаются сосуды на шее те четыре сосуда которые кровоснабжают мозг проходят через шею это сонные артерии сонные артерии и более тонкие позвоночные артерии и когда мышцы шеи напряжены они начинают сжимать позвоночные артерии сжимать сон и поджимать сонные артерии и тогда организм начинает повышать давление в системе поэтому надо запомнить записать запомнить что повышение давления не является болезнью а является компенсаторной реакции нашего тела для наполнения мозга кровью таким образом мозг защищается от инсульта от ишемического бета-блокаторы ослабляют работу сердца и если человек принимает эти препараты более трех лет его миокард превращается в тряпочку и он уже она уже не может нормально сокращаться и в результате сердечная недостаточность и это прямой путь к миокардио дистрофии какие наши дрожжи принимать в этом случае ну во первых hard relax gts сначала релакс вспоминаем надо заниматься сосудами если сосуды сужены спазмированы а если мы говорим о людях до 60 лет то это спазмы атеросклероз это потом это все спазмы поэтому релакс и hard это то что необходимо начать принимать при у всем у кого есть артериальная гипертония релакс и hard 4 релакса 4 hard и gts это для того чтобы дать мозгу крови дать мозгу крови потому что все равно если причина шеи мы сейчас дальше я расскажу там еще надо обязательно добавлять упражнения без них не получится надо обязательно заниматься мышцами шеи но вот эти три продукта мы они очень хорошо работают и нормализует крово если человек принимает дрожжи а давление опускается но немножко шея надо подключать упражнение миокардио дистрофия если стоит такой диагноз сердечная недостаточность и миокардио дистрофия здесь слайд обязательно подключать вспоминайте я говорила слайд это соединительная ткань и и стряпочки и стряпочки сердца надо вернуть его структуру и это может сделать слайд hard слайд и beauty вот эти три продукта могут укрепить сердце еще одна причина нарушения то есть появление гипертонии это нарушение кровоснабжения почек и вот тут вы должны запомнить что если у взрослых людей нарушается кровоснабжение почек давление будет за 200 если давление за 200 200 и за 200 это почки это нарушение кровоснабжения почек и если давление до 190 то причина шея но почему может нарушиться кровоснабжение почек разные причины могут быть опять-таки спазм и что мы здесь будем рекомендовать обязательно релакс обязательно релакс релакс hard стоп это основные почему потому что стоп это микроциркуляция релакс и hard hard очищен потому что может быть и атеросклероз почечных сосудов спазм атеросклероз сужение поэтому вот эти три продукта они очень хорошо нам помогают работать с почками с нарушением кровоснабжения почек если давление как я уже вам говорила боль до 190 до это шея но вот здесь дорогие мои одними даже вы ничего не сделаете потому что мышцы требуют растяжение и поэтому я всем здесь рекомендую делать упражнения шишонина обязательно оно есть в ютюбе просто набрали упражнение для шеи шишонина я сама его делаю уже три месяца и вам рекомендую потому что без этих упражнений на одних драже не получится у вас стабилизировать артериальное давление потому что здесь шеи я здесь мышцы шеи да релакс помогает расслабить помогает релакс расслабить но они могут быть укороченные и поэтому здесь все-таки нужны упражнения поэтому здесь обязательно подключаем упражнение что еще может стать причиной что еще может стать причиной повышения давления венозный застой в печени венозный застой в печени поэтому здесь помимо хеппера конечно хеппера релакс релакс обязательно чтобы раз расслаблять протоки хеппер но здесь обязательно нужен помпаж печени он тоже есть в ютюбе но это очень легко делается вы видите на картинке поставить ребра на руки на ребра резко сдавить и резко отпустить и так 30 раз желательно два раза в день особенно это касается тех у кого диабет у кого в лишний вес большой лишний вес и у кого диабет поэтому делайте жировой гипотоз делайте вот этот помпаж и плюс наше драже вы получите потрясающий результат и по нормализации артериального давления также ну и последнее что хочу сказать давление у подростков это тоже сегодня есть проблема поэтому вы должны понимать если у ребенка поднялось давление здесь может быть две причины первая ребенок со второй к третьей группой крови может сильно перенервничать у него поднимется кортизол и у него спазмируются сосуды и может подняться давление потому что кровоснабжение почек нарушится у подростков однозначно повышение давления связано с нарушением кровоснабжения почек кровоснабжение может быть на фоне спазма перенервничала релакс да релакс стоп gts вот эти три продукта может быть какая-то деформация как бы здесь конечно надо обследоваться но в основном у детей спазм идет на фоне переживаний стресса и поднимается артериальное давление поэтому стоит дать ребенку релакс стоп и gts можно по два драже релакса но по два драже каждого в день и у ребенка полностью все нормализуется и восстановится поэтому вот все что я хотела вам сегодня рассказать и по поводу давления по поводу продукта ну и конечно я хочу подытожить мой вебинар и сказать что он вот наш продукт вообще наш ассортимент он вписывается в очень на сегодняшний день востребованное направление во всем мире анти эйджинг это против старости анти эйдж против старости она разделяется на два направления это эстетическая медицина и где применяется косметика для наружного применения и у нас есть потрясающая косметика натуральная ну и внутреннее омоложение где обязательно чем должен принимать систематический прием натуральных веществ с доказанной способностью тормозить процесс старения вот наши драже они как раз и есть представители этой уникальной высокотехнологичного продукта с системным действием и с доказанной способностью тормозить процессы старения поэтому будьте здоровы будьте молоды и рекомендуйте наш продукт принимайте сами рекомендуйте поверьте спасете немало жизни всем пока пока и до следующей встречи спасибо большое огромное спасибо огромное спасибо благодарю благодарю вас пока пока ικά еще пока 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 confidential 首先 Спасибо.